здравствуйте как это часто принято говорить особенно на телевидении 2023 год считывает свои последние дни последние шаги этого года но я там конечно было принято раньше с новым годом с новым счастьем но нынешней ситуации что в украине что в израиле что во многих других местах лучше бы без старых ужасов но рассказать сегодняшних субботних историях я хочу не об этом я хочу рассказать немножечко о том обратите ваше внимание уважаемые подписчики и зрители канала на то как все в этом мире взаимосвязано и почему и как одни события влияют или сказываются на других причем зачастую не очень непосредственно и точно не всегда сразу я не знаю попробовал погуглить что называется название фильма по моему был когда-то в 70-е годы типа такого научно-популярного фильма следы прошлого ведут будущее там и просто в пасхе про что может быть что-то путаю много десятков лет прошло в угол единственно мне выдал книгу кого-то там не запомнил кого вы изданную в 1981 году с таким же названием моем случае готовясь к записи этого видео я просмотрел несколько скажем десятков своих предыдущих видео их тематику с тем чтобы было возможно сделать какие-то выводы выводы в общем простые часть тем достаточно серьезно затрагивает зрители слушателей а на остальные увы практически не обращают внимание и прежде чем перейти собственно к этой тематике хочу еще добавить что порядка 40 процентов зрителей моего канала живут в коем случае смотрят его из россии как показывает статистика youtube а дальше идут в том или ином порядке сша германия украина польша и где-то там в конце это не всегда беларусь да я понимаю что два человека в процентном отношении от населения беларуси это ну человек 25-30 в том же процентном отношении от населения россии поэтому если один процент населения но одна там сотая процента население беларуси посмотрела и 1 сотая процента население россии то соответственно просмотре ютуба и будут показывать там один процент а там сорок но тем не менее значит наиболее популярными из моих видео за последнее время были следующие тайны приезд в кавычках аллы пугачёвы в россию всех топ забыл кратко напомню что пару месяцев назад что-то там она приехала на какой-то машине из эстонии через псков потом ехала на поезде потом ее машину но не еще ее видели утром на вокзале на пустом абсолютно железнодорожном вокзале москву в москве потом ее якобы ее и лимузин приехал в этот замок у них в деревне и там грязи или что-то но ее там не было потом она еще куда-то поехала потом она опять там какими-то окольными путями покинула россию то есть какой-нибудь достоверных свидетельств о том что она вообще прилетала о чем я собственно в этом видео и говорил предъявлено не было но зато народ горячо скажем обсуждал неплохо привлекла внимание тема украинских эмигрантов европе в германии но это в общем то такая животрепещущая но и понятно конечно нормально зашло видео посвященное восьми годам жизни нашего кота рудова у нас то есть видео с котиком она традиционно неважно какой котик но она как бы заходит мои мое мнение мое рассуждение по поводу личности и того что он говорит я щаса бандерею ларион и тоже вызвали интерес какие мои откровенно скажем так фантастические надуманное предположение о том кем был отец дед шоеву ну с учетом того что ты ва далеко не не 17 года в составе ссср и в общем-то нынешнего их него министра терроризма и обороны защиты интересов россии на территории украины тоже должны были бы по документам по факту рождения звать не так и имя и фамилия там и в общем это видео тоже нормально так сказать заинтересовало зрители ну и что для меня неестественно но естественно для youtube русскоязычного последних минимум месяца-двух это так называемые немецкие барахолки фомаркты в смысле блашиные рынки там секонд-хед но название разные откуда они набирают столько все это и как они сообщают винтажные посуды и не только мне честно говоря прожившему не один десяток лет германии непонятно но популярностью эти видео пользуются особенно я бы сказал те на которых есть приписка в заголовке вот пару вещей у знакомого продавца приобрела из-под прилавка ну любой человек который хоть раз был на немецких блошиных рынках знает что такого понятия из-под прилавка с как советских времен на блошиных рынках не бывает то есть есть столы на которых разложено ну и под столом на плитке на земле на асфальте тоже зачастую что-то разложено но чего-то что не видно и что тебе как в этих видео из-под полы а в годы моей молодости говорили точнее из-под прилавка в годы моей молодости говорили из-под полы достали такого на блошиных рынках в социальных магазинах в секонд-хенде просто быть не может тем не менее заходит заходит на ура это опять же все мы родом из детства и из советского прошлого а вот 50 манифест билет из 50 пунктов насколько я могу судить не на русском не на немецком не вызвал никакого отклика ну на русском скажем уж про властные там про кремлевские каналы блогеры и так далее понятно что его никак не упоминали но и так называемые протестные борцы с режимом путина предваряющие все свои видео трафаретом табличкой что они иногенты и это все произведено иногентом там но некоторые особо креативно креативные внизу ставит сноску что они с этим статусом не согласны но его публикую тем не менее точно так же кстати для меня что для меня было особо неприятно никакой практической реакции никакого интереса не вызвала ситуация с марией колесниковой из которой по затимеющимся данным нету связи уже с февраля на фоне того что через 20 дней навальный нашелся и приехал в самую там заполярный круг в исправительную колонию и прочее прочее быстренько у него появилась возможность в дороге не было туда как приехал сразу в соцсети сразу там длиннющий пост написали всех успокоил радостная фотография улыбающие счастлив так вот отличает понятно что россиянам там 99 процентов фамилии колесниковой скорее всего никогда и не знали но оставшийся из оставшегося процента три четверти или четыре пятых благополучно с двадцатого года эту фамилию забыли ну кто она в общем такая хотя но для них кто она так что еще и что интересно в общем то по поводу дунцовой скажем моя аудитория что наверно скорее приятно чем наоборот моя аудитория никак не отреагировала на ее краткосрочное участие в выборах президента путину другого быть не может но сейчас скажем последнюю неделю до участие дунцовой точнее не участие то что ее не зарегистрировали там инициативную группу и апелляция верховном суде закончилась предсказуемым отказом заменила так называемая почти голая или голая вечеринка у ивлеевой и всех прочих и на удивление нашел в одном из телеграм-каналов скажем мнение о том что кремль благополучно заменил забившую все в течение недели-двух всю информационную повестку забившую дунцову заменил ее теперь на голову вечеринку о которой собственно нормальным людям честное слово нечего обсуждать но когда скажем преподносящий себя нормальным и таковым наверное себя считающим майкл наки полчаса отводит тому чтобы об этом всем рассказать ну еще раз повторюсь для тех кто не слышал в предыдущем видео в одном из предыдущих видео что ключев сказал честно дунцовой в глаза ну зарегистрирует не зарегистрирует откажет суд не откажет ну заработать на этом же можно он имел ввиду не дунцову он имел ввиду себя и таких как он так вот теперь это вот голая вечеринка что в качестве не то чтобы нового предновогоднего прогноза скорее пожелание вот те темы которые я перечислил в начале которые как бы как час принятой зашли стоит подумать все они скажем заслуживают того чтобы на них обращать внимание причем не только у меня особенно подумать над теми темами которые как бы из моих видео которые не зашли вот из них часть опять же не все но часть из них действительно заслуживает куда более пристального человеческого внимания чем это имело место быть и это как раз по поводу того что следы прошлого ведут будущее вот как мы реагируем мы все в разных странах но в данном случае больше всего беспокоит скажем не беспокоит интересует но как хотите называете россия беларусь украина вот как мы на что-то реагируем и она что мы не обращаем внимание потом он уж нам возвращается этот вот скажем ажиотаж с каких называют президентскими выборами то есть выборами путина в марте вот грядущего 24 года опять же на днях попался ролик где-то в интернете где зарегистрированные кандидаты на вопрос как они оценили свои шансы там на победу и надеются ли они выиграть четверо там или пятеро из шести ушли от ответа последний который вроде как надежда после вылета дунцовой надежды демократов там или еще кого-то сказал что повторил точнее то что он говорил уже раньше что надеюсь что мое участие выборов после этого я останусь жив на свободе и здоров но к слову сказать его в такой степени как кинулись раскручивать танцову никто не раскручивает ну наверное скорее всего указания соответствующего не было нет смысла их там всех в одном пакете и еще по поводу грядущих выборов путина вот призывы этого пропавшего на 20 дней из информационного пространства сидельца по фамилии навальный очередные призывы называемому умному голосованию голосовать за кого угодно только не за путина ну кроме как с координированной согласованной помощью нынешнему кривоевского режиму ничем другим я это считать не могу потому что результаты этих выборов уже готовы но может подкорректирует там как лукашенко говорил типа лишь не надо 82 хватит там 76 процента ну то есть вот в этом диапазоне что-то подкорректирует единственное что может быть и это тоже вопрос но что может быть нужно власти это явка избирателей которые навальный его директор фонда борьбы с коррупцией председатель совета директоров международного фонда борьбы с коррупцией все остальные буквально куда ни ткни как раз таки призывают этой явки то есть всеми силами стараются эту явку обеспечить единственный разумный вариант на выборах в данном случае путина какие двадцатом году и в последующие разы лукашенко единственный вариант чтобы люди так это опять понимаете хвост и код который вот он опять явился тут уже зацепил вот она вот она это на глючая рыжая морда которая последнее время очень любит приходить когда хозяин записывает видео так вот единственный вариант это чтобы договориться я понимаю что на просторах россии труднее но в каждом конкретном райцентре так или районе большого города тоже можно на просторах белоруссии гораздо проще так вот единственный вариант не ходить на выборы сорвать явку а если скажем в районе или в райцентре где живет грубо говоря 20 тысяч человек из них 12 обладают 12 тысяч обладают правом голоса окажется что явка на выборах было там 60 процентов из этих 12 тысяч которые между собой списались созвонились просто лично поговорили вдруг оказывается что максимум 10 процентов из них ходили вообще голосовать вот тогда можно попытаться какими-то условно говоря законными способами протестовать эти результаты хотя бы сорвать вот эту красивую картинку все остальное умная навальновское голосование и прочие вещи ничего не дадут ну и в заключение еще пару слов белорусам которые не очень реагирует на то что колесниковой давным-давно нету связи еще есть еще один как минимум тех что я по памяти помню в андрея дмитрию которого когда-то доводилось знать лично в его молодые студенческой или сразу после студенческие годы он тоже тихенько сидит это же на нем никто не вспоминает но он скажем может быть и согласился бы побыть так сказать подставной уткой на выборах лукашенко вряд ли к нему с этим обращались так что наступающим новым годом всех естественно будьте здоровы постарайтесь сохранять здоровье как физическое таки ас может быть и особенно морально и от этого многое зависит израиль судя по действиям и высказыванием заявлением высшего руководства своих целей все-таки добьется каким количеством жертв вы я имею ввиду со стороны израиля это другой вопрос но они стараются все-таки меминизировать это дело прогнозы по поводу украины давать не буду вообще никаких то есть ну кроме того что она победит все равно победить потому что давать их не буду по той простой причине что завышенные ожидания сыграли очень злую шутку в этом году совсем без исключения мировым сообществом так называемым в части людей которые искренне поддерживают украину не надо ожидать ура за родину за сталина или в данном случае за зеленского так не будет будет как-то по-другому и новые подводные большой десантный корабль новочеркасск тому в общем-то яркое и четкое свидетельство не забывайте о том что действительно следы прошлого ведут будущее наши поступки отзываются потом и нам и не только нам ну и традиционно живи беларусь дай бог нам всем дожить до того когда она станет свободной в смысле станет на этот путь оставайтесь еще раз повторюсь оставайтесь здоровым до встречи уже в новом году